Среди которых и сегодняшняя гостья, адвокат Инна Ферштейн. Инна, рада приветствовать вас в студии. Добрый день. Добрый день. Инна, мы обещали в одной из программ, что непременно поговорим о правах детей. И вопрос, который прозвучал буквально несколько дней назад на нашем сайте, люди удивленно задавали вопрос, связанный с тем, что близкие друзья попросили их согласия стать опекунами их ребенка. Ну что, извините, на мой взгляд, возможно, это и глупости, ведь есть муж и жена, ведь есть родственники, дядя и тетя. Для чего опекунство, что это за институт и как он применяется в Америке? Ну это, кстати, очень хороший вопрос, поскольку только вчера у меня были клиенты, ребята, оба врачи. У них трое детей, они ждут еще одного ребенка, и они задались вопросом. Они делали полностью планирование для своих детей, в которые ходила траст, в этот раз был переведен дом, квартира во Флориде, банковские счета, и они задались вопросом, что произойдет, если, не дай бог, мы с мужем уходим из жизни. Кто будет распоряжаться нашим имуществом, и второе, кто будет распоряжаться благосостоянием наших детей. В завещание? Нет, в этом плане завещание абсолютно не подходит, это не тот документ, но вопрос об опекунстве, то, что английским словом называется guardianship, возник, и возник достаточно остро, потому что родители, и с одной, и с другой стороны, к сожалению, не дееспособны, и не могут заниматься опекунством детей, а вот друзья, и друзья врачей, и друзья, у которых самих дети того же возраста, этим заниматься могут. Так вот вопрос, что такое опекунство, что это под собой подразумевает, и что такое трости, то есть распорядитель, и что такое экзекутор? Инна, одну буквально секунду, мы вернемся к этому, но вот если бы эти люди, не дай бог, к вам бы не обратились, и не дай бог бы с ними что-то случилось, что произошло государство, тогда вы сказали, что дедушки и бабушки не дееспособны. Замечательный вопрос, если, не дай бог, люди уходят из жизни, остаются маленькие дети, и они не оставили после себя никаких документов, которые говорят о том, кто будет опекун, забудьте даже про состояние, забудьте про деньги, мы говорим про детей сейчас, кто будет опекуном этих детей, тогда суд штата, в котором они умерли, решает, кто будет опекуном этих детей. Скорее всего назначается кто-то, государственный работник, государственный служащий, и дети. Близкий родственник. Потому что близкие родственники, во-первых, должны быть все согласны на это, а если существует очень часто между родителями мужа и родителями жены, существует несогласие. Детей отдают то, что называется foster care, то есть отдают просто в приют, и там будут решать, и скорее всего детей просто отдадут кому-то. И очень часто у меня происходили, не дай бог, такие случаи, не дай бог какой-то эксцидент, не дай бог что-то случается, нет никаких документов, суд решает, и особенно если, как в нашем случае, и одни, и другие просто недеоспособны, они просто не могут, они сами нуждаются в опекунстве, забудьте, никто не будет искать ваших родственников, детей просто отдадут в приют, и ими будут распоряжаться. А если ситуация складывается таковой, что вот, ну как у многих наших соотечественников, они живут здесь, а дедушки и бабушки, или, например, братья и сестры в России, их американские власти будут искать, или то, что... Никто никого искать не будет, это ваша задача, это ваша обязанность сделать определенные документы и дать возможность вашим братьям, сестрам, бабушкам, дедушкам хотя бы сюда приехать, забрать этих детей. Я должна привести пример. Один из самых первых моих случаев, когда я представляла женщину, я только открыла свой офис, это было лет 18 назад, и она ко мне пришла и сказала, что у меня в Америке вообще никого нет, у меня новорожденный ребенок, у меня есть самый близкий мой человек, это моя няня, которая заботится о ребенке, она вообще здесь нелегальная, я не могу оставить никому этого ребенка, все мои родственники живут в России, что мне делать? Я подошла к этому вопросу, это для меня было очень действительно серьезное дело, потому что речь шла о новорожденном ребенке, я должна была этой женщине помочь. Мы создали в Америке траст, мы поставили в этот траст все ее состояние, все, что у нее было, это не были большие деньги, это был ее банковский счет, и был ее life insurance. Мы сделали специальный документ, мы сделали завещание, мы назначили гардиан, опекуна этому ребенку, опекун была мама в Москве, поскольку ребенок был майнер, она сделала все документы на ребенка, она перешла к моему педиатру, она оставила ключи на холодильнике со всеми, будем говорить, координатами, и я должна была взять этого ребенка и отвозти к маме в Москву, если что-то случилось с этой женщиной. У нас было все продумано до последней детали, был паспорт на ребенка, я имела доверенность на этого ребенка, я могла это сделать. Слава богу, ничего не произошло, как я сказала, прошло уже 18 лет, эта женщина переехала в Канаду, она до сих пор мне пишет на фейсбук, и все, слава богу, не произошло, но у нас был план, и речь идет об одной женщине здесь, а когда люди здесь прожили много лет, они заработали достаточно большие деньги, они врачи здесь, они адвокаты, они специалисты, и они не заботятся о минимальных вещах для своих детей, меня это очень пугает, потому что люди даже не понимают, что может произойти. Еще раз я возвращаюсь к своему первому вопросу, ну как же не понимают, люди все больше и больше, все чаще и чаще, не стыдятся, потому что там, вот в странах бывшего Советского Союза, это было как-то не очень удобно и приятно, составляют завещания, в которых попунктно расписывают, что кому, ну как правило, все детям. Во-первых, забудьте про завещание. Завещание, я его называю филькина грамота. Завещание вообще документ, который не работает при жизни. Завещание должно пройти через суд. Суд в Америке называется словом probate. Это специальный surrogate court, который должен просмотреть ваше завещание и сказать, да, вы находились в здравом уме, в трезвой памяти. Вы действительно хотели оставить этим людям. У вас нету никаких кредиторов, которые должны получить до того, как получат ваши близкие. И только потом они могут сказать, что да, это завещание сработает, и все, что здесь описано, должно перейти детям. Опс, теперь проблема. Дети-то майнер, дети не достигли 18 лет, дети не могут получить на себя состояние. Потому что по закону до 18 лет ни один ребенок не может владеть никаким имуществом. Если вы оставили ребенка, то ребенку никто не отдаст, пока ему не исполнится 18 лет. Вы не сделали плавянного планирования. Переход состояния к детям, все это замораживается. Год занимает процесс пробейта в штате Нью-Йорк. Этот процесс должен быть пройден в каждом штате, где у вас находится риэл-прапорти. Один в Нью-Йорке, один во Флориде, если у вас еще есть дача в Поконо, один в Пенсильвании. И пока все это проходит, кто-то должен платить тексы на дом, налог на наследство, кто-то должен оплачивать расходы детей, кто-то должен платить за моргидж. Вы ничего не сделали, вы не позаботились. Для того, чтобы сделать правильное планирование, нужно не написать завещание за 100 долларов где-то с каким-то паралыгалом. Многие люди просто не задумываются это делать. Или у себя там в госпитале, потому что кто-то подписал. Это нужно сделать у адвоката, и не просто у адвоката, у адвоката, который занимается estate-планированием, который занимается планированием вашего состояния, знает законы и знает законы каждого штата. Даже если у этого адвоката лицензия только, например, в штате Нью-Йорк. Этот адвокат должен хотя бы знать приблизительно, как это будет работать в штате Флорида, как это будет работать в штате Нью-Джерси, и как это все свести в одно целое. Так вот, для того, чтобы сделать правильное планирование, необходимо составить траст. В этот траст вы поставите свое состояние. Траст сравните со шкатулкой, с сейф-депазит баксом. При вашей жизни у вас ключи от этого бакса. Вы, ваша супруга, владеете, вы в любой момент можете открыть, положить еще туда какое-то имущество, будет дом, квартира, банковский счет, даже ваши какие-то вклады, стаки, бонды. Единственное, что не должно проходить через суд, через этот пробейт, это life insurance и пенсионный план. Вот life insurance и пенсионный план остаются напрямую без всякого суда. Но с этим тоже возникает проблема, потому что если вы оставили наследником своего ребенка, и ребенку нету в 18 лет, вы опять-таки ничего ему не оставили. Вы должны это тоже сделать через правильный траст. Инна, вопрос, который опять же соотечественникам наверняка будет интересен. Не будут ли нарушены каким-то образом в такой трагической ситуации права граждан других государств? Возвращаясь к ситуации, когда мать-одиночка оставляет ребенка здесь в Америке, сама уходит из жизни, она сделала все необходимое планирование и поставила опекуном ребенка, свою, например, маму, живущую в Москве или в Санкт-Петербурге. Не будут ли американские власти в данном случае каким-то образом противодействовать и говорить, нет, ребенок американский, а в России мы его обратно. Нет, это не должно быть проблемой, потому что, в принципе, опекун ребенка и решает, где будет жить ребенок, с кем он будет жить. Если только нету проблемы, то есть со стороны семьи, может быть, отец, который живет в Америке, то отец имеет права, которые в любом случае превышают права бабушки. И часто такое бывает, что мать ушла из жизни, и мать жила с отчимом, который ребенку был родным человеком, и они жили вместе, а остался отец в России. Этот отец имеет полное право на ребенка, даже если этот отчим очень любит ребенка, даже если мама живет в Америке, отец имеет полное право решить, где будет жить ребенок и забрать туда ребенка. Это права отца как опекуна, как гардиан. Он имеет полное право на это ребенка. Проблемы возникают, когда люди не делают этого планирования заранее, они не оговаривают эти вещи, они прячут голову в песок, как страусы, они думают, что поскольку сейчас родители с одной стороны и с другой стороны ругаются, мы вообще ничего не будем делать, потому что мы не можем договориться, кто будет гардиан ребенка. Пожалуйста, поставьте своего лучшего друга. Он и то лучше, чем то, что решит суд, то, что постановит суд, потому что как только дело попадает в суд, уже совершенно другие законы, уже совершенно другие права, и уже все решается в лучших интересах ребенка, что в глазах суда может быть не то, что мы в своей семье будем решать для ребенка, и с нашей культурой мы решим, как, в какую школу пойдет ребенок, где он будет учиться. Это будет решать теперь суд. Ин, вот эта модель теперь более-менее понятна. А есть ли какие-нибудь важные моменты, которые стоит отметить вам, адвокату, и рассказать об этом нашим слушателям? Если речь идет о ребенке-инвалиде, ребенке, что называется в Америке, со специальными, с особыми нуждами, и о чем нужно позаботиться родителям в этом случае, потому что такие детки, разумеется, еще более уязвимы. Я должна сказать, что это тема, как помочь детям с инвалидностью, какое планирование для них сделать, и что сделать, чтобы эти дети не потеряли SSI Medicaid, который им не просто положен по закону, который им необходим, потому что никакая страховка не будет оплачивать все эти операции, все эти процедуры, которые оплачивает Medicaid. Так вот, я должна сказать, что вот я даже стала волонтером в NYU Longone Medical Center. Я волонтер в специальном педиатрическом отделении, и я состою на борде директоров педиатрического отделения Children's Services в NYU Longone. И раз в месяц мы решаем, что будет делаться в новом госпитале в NYU, как будут лечиться дети с disability, дети с отклонениями, будь то отклонения физические или отклонения умственные. И эта тема для меня очень и очень близка, потому что я очень понимаю родителей, детей, у которых ребенок с инвалидностью. Для них на первом месте стоит, как сделать так, чтобы мой ребенок выздоровел. Они не могут думать ни о каком планировании, они не могут думать о деньгах, они уходят с работы. И у меня часто, вот сейчас я представляю такую женщину, и вся ее жизнь посвящена ее ребенку, вся ее жизнь. И на ее месте, конечно, они подали на Medicaid, конечно, они подали на эту страховку. Таких людей не просто невозможно винить, у них не было выхода. Конечно. Так вот, обязательно эти люди должны подумать о том, чтобы сделать то, что называется Special Needs Planning для такого ребенка. Ребенок с инвалидностью будет и обязан получать Medicaid и SSI. Это его право. Когда ребенку исполняется 18 лет, ему дает SSI, до 18 лет он будет получать Medicaid. Для того, чтобы этот ребенок никогда не потерял эти свои права, делается специальный трасс, Special Needs Trust. И в этот трасс родители имеют право поставить все, что они хотят. И дом, в котором будет жить ребенок, и страховку на жизнь, потому что страховку нельзя оставить напрямую этому ребенку. Кроме того, что ребенок инвалид, он потеряет SSI Medicaid. И оставить, кто будет распоряжаться этим ребенком, кто будет принимать решения. И для меня это, как я сказала, тема очень и очень близка. Если люди совсем без возможности заплатить адвокату, чтобы что-то делать, я эти вещи делаю бесплатно, потому что мне очень жалко этих родителей. Я делаю очень много благотворительной работы по воле своей службы. И я в любом случае помогу этим людям. И посоветую не только к какому врачу обратиться, потому что, состоя на борде директоров Нью-Йоркского университета, я не только знаю всех врачей, но я имею к ним доступ, я имею возможность сделать к ним appointment и отправить людей. Но я еще и делаю это планирование. Как я сказала, я даже его делаю бесплатно, когда у людей нет возможности это планирование оплатить. И что в это планирование входит, как мы сказали, это составление специального траста, чтобы ребенок не потерял SSI Medicaid. И я говорю всем этим родителям, вы потрясающие люди, вы лечите своих детей, и вы занимаетесь их благосостоянием, вы не отдали этого ребенка в приют, но вы не можете этого ребенка повесить на своих родственников и повесить на старших или младших братьев и сестер. Это ваша responsibility. Поэтому вы обязаны позаботиться о его благосостоянии, вы обязаны сделать этот специальный траст. И если у вас даже нет копейки оставить этому ребенку, купите life insurance, страховку на свою жизнь, которая практически сейчас ничего вам не стоит. Но после вашей смерти деньги из этой страховки пойдут в этот специальный траст, и они дадут возможность кому-то заниматься вашим ребенком. 212-479-78-00. Это телефон линии информационной компании «Наши законные права». Консультанты, которые по самым разным вопросам американского, российского и других прав готовы ответить на ваши вопросы. www.vasheprava.org – это сайт в интернете. Ищите и находите ответы на те вопросы, которые прозвучали и в циклах теле и радио программы, и на страницах русскоязычных печатных средств массовой информации Соединенных Штатов Америки и Канады. И задавайте свои вопросы. А сегодня в нашей программе, напоминаю вам, друзья, я консультант, адвокат Инна Ферштейн, которая отвечает на вопросы, связанные с правами и планированием. Ну, я почему-то все время, меня Инна сбивает на планирование детей, а ведь на самом деле вопрос все... Планирование для детей. Планирование ради детей, для детей. Все мы делаем здесь, в Америке, ради своих детей, ради того, чтобы у нас было будущее. Инна, вопрос, который поступал на сайт, причем он поступал несколько раз, видимо, ситуация действительно распространенная. Люди не просто недовольны, а требовали от консультантов компании юридической помощи. Случилась ситуация, когда супруги перед тем, как один из них ушел из жизни, разошлись и разошлись официально. Ну, допустим, муж оставил, в свое время, вернее, приобрел страховой полис и получатель обозначил свою жену, ну, допустим, Марию Иванову. Потом с ней разошелся. Разошелся. За несколько буквально лет перед смертью женщина пришла в страховую компанию, а ей отказали выплате, сказав, что все не так просто. Попробуйте рассказать, что же случилось и кто виноват. Ведь они действительно были муж и жена. Ее фамилия без каких-либо изменений осталась в страховом полисе, а деньги не отдают. Ну, это, кстати, распространенный случай. К сожалению, адвокат, который занимался разводом, не позаботился о том, чтобы в документе о разводе поставить, что страховой полис действительно остается, как часть раздельного имущества остается экс-супруги. Так вот, действительно, у меня была реальная такая проблема, потому что при разводе не позаботились о том, чтобы не описали все имущество. И страховой полис, хотя там и было записано имя этого человека, но она была записана как жена. А поскольку она больше не жена, страховая компания отказалась выдавать ей... Причитающуюся сумму. Да, причитающуюся сумму. И что они заставили сделать? Это они заставили пройти через суд, и по суду она должна была как наследница это получить. Но, к сожалению, у него был сын, и этот сын был на ССА и на Медикейде. Сыну ничего никто не хотел оставлять, сын был наркоман. И, к сожалению, остались все при своем, и страховая компания осталась с этим полисом, потому что надо было об этом позаботиться, или в завещании нужно было указать, что страховой полис действительно остается тому, кому он остается. Хотя, как мы говорили, страховой полис не переходит по завещанию. Страховой полис, как и пенсионный фонд, остается напрямую, кому он остается. Но в этом плане, опять-таки, не было сделано правильного планирования. Еще один вопрос в данном случае сайта. В страховом полисе записан несовершеннолетний ребенок, не дай бог, умирает отец, когда-то купивший страховку, ребенок остается с матерью. Напомню, что он несовершеннолетний. Получается, что вот мать... До свидания. Мы ждем до 18 лет. А она будет иметь доступ к этим деньгам или нет? Никакого доступа. Ребенок наследник. Ребенок получит эти деньги в 18 лет. К сожалению, если ребенку на тот момент 3 года, и больше всего этой матери нужны эти деньги для того, чтобы воспитать этого ребенка и оплатить его расходы на тот момент, когда отец ушел из жизни, к сожалению, не было сделано правильного планирования. Как я говорю всем моим клиентам, позаботьтесь о том, чтобы ваша страховка на жизнь оставалась или матери ребенка, или очень часто люди оставляют свои супруги, а потом, если не роджевых, то дети. Каким детям? Дети разные бывают. Детям может быть 18 лет, пожалуйста, оставляйте им. Но если этому ребенку 3 года, то, пожалуйста, оставьте не ребенку, а в специальный траст, который создан для бенефита этого ребенка. И этот траст будет иметь отдельный банковский счет, на этот банковский счет пойдут деньги, и трассе этого траста, то, скорее всего, будет ваша же супруга или кто-то близкий вам, будет распоряжаться для этого ребенка и тратить деньги на нужды этого ребенка, а потом разница то, что осталось, пойдет этому ребенку. А вот теперь опять попробуем провести. Границы, которые существуют, допустим, человек оставил страховой полис на имя своего сына или внука, но живущего в России. Налоговый элемент этого вопроса. Будут ли эти деньги облагаться? Потому что ходят всякие разговоры, всякие процентные суммы называются. Чуть ли не 90% должен будет заплатить человек. Замечательный вопрос. В Америке берущий никогда не платит налог. Платит налог только дающий. Так вот, если вы кому-то хотите оставить подарок, на сегодняшний момент американский гражданин может оставить другому американскому гражданину до 5 миллионов долларов при жизни и не платить на это налог. Берущий, будем говорить так, наследник, где бы он ни находился, никогда не будет платить налог. Вот дающий, если его состояние будет приешать определенную сумму, этот налог будет платить. Так вот вопрос не в том, кому он оставил, а вопрос в том, какого размера это состояние. Если состояние человека, этого отца, который оставил ребенка, превышает определенную сумму, это состояние в Америке заплатит налог. Что делать для того, чтобы его не заплатить? Так вот этот life insurance можно убрать в специальный страст, который называется I-LIT, irrevocable life insurance trust, неотзывной траст о life insurance. И если этой страховкой будет владеть этот траст, то тогда с него не будут платиться налоги. Опять-таки планирование, 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 даже если вы делаете самую простую вещь, и вы считаете, что это безумно просто, и не должно быть никаких проблем, как минимум подойдите к адвокату, который специализируется в этом, и получите хотя бы одну консультацию, и узнайте, правильно ли я все это делаю. До того, как вы покупаете дом, до того, как вы записываете в свой life insurance кого-то, до того, как вы даже покупаете эту страховку на жизнь, потому что ее купить-то правильно тоже нужно, что если вы неправильно ее купили, она будет обложена налогом. До того, как вы что-то пишете или делаете, хотя бы посоветуйтесь, потому что вы, когда покупаете даже страховку на машину, или вы выбираете новую машину, покупаете, вы советуете со своими друзьями, какая лучше машина. Вы смотрите в интернете, у кого лучше рейтинг. Даже диван покупаем. Постоянно есть форум на Facebook, Russian parents, русские родители, американские родители, родители. До того, как выбрать школу ребенка, мы советуемся, какая школа лучше. Так вот, это очень и очень важное решение. Есть множество адвокатов, которые специализируются в этих вещах. Узнайте, узнайте, какие законы на сегодняшний день, узнайте, как лучше сделать, и вы сэкономите себе сотни тысяч долларов, не говоря о головной боли. Да, Инна, спасибо вам.